Всем привет! На этот раз я хотела бы показать экзотический фрукт, который называется киванус. Это вот, ну какая штука, она рыжая. Ну, подробнее рассказать, что это такое. Это африканский огурец. То есть, что там среднее между огурцом и дыней. Внутри у него будут семечки, как у нормального огурца, на вкус между огурцом и дыней, но еще с очень большим количеством красного перца. Вот так я бы описала этот вкус. Экзотические фрукты выращиваются в Африке, только на Черном континенте. Единственное место в мире, где их выращивают, только в Африке. Ну, конечно, я слышала, что в Калифорнии и в Мишлендштадте есть там плантации. Частные предприниматели занимаются выращиванием и пытаются это разводить в плантациях. Но это плантации, которые, это, глаз каври, то есть стеклом закрытые плантации. А в естественном виде такие киванос растут только в Африке. Оттуда их завозят. Причем один такой экспонат стоит 5 долларов в калифорнийском магазине. А вот и в других штатах, когда я была в Нью-Йорк, в Невада, вот такие там уже будут 7-8 долларов за штуку. В Калифорнии они еще хотя бы 5 долларов за штуку. Вот такая вот экзотика. Вот. На что она похожа? Ну, причем это такой довольно крупный экспонат, я бы хотела показать. Это довольно крупный. Бывают они еще и поменьше. Оно достаточно колючее. Ну, хотя в руки можно взять, но ощущается, что это все-таки твердые колючки, а не просто так, ни дыни, ни огурчик. Хотя оно достаточно твердое, как обыкновенный огурец, тверденький. Как дыня, но тоже тверденькое. И у него очень красивая расцветка. Такая рыженькая. Бывают зеленые киваносы, они такие темные, зеленые, почти болотного цвета, темные. Не как огурчик, потому что у огурца красивый такой сочный зеленый цвет. А у которых зеленые киваносы, они больше на жабу цвет похож. А вот эти вот оранжевые. Причем вкус у них никакой разницы. Одинаковые почти, но у них только внешний вид разный. Сейчас попробуем разрезать и показать, что там находится внутри. Причем режутся они достаточно трудно, не как нормальные дыни. Самое трудное его начать резать. Иногда это приходится много усилий приложить, потому что они не так плотно режутся. Попробую не этим ножиком, а более таким. Это более такой сервировочный. Я попробую в окнаинном кухонном, которым я обычно пользуюсь для приготовления еды. И попробуем его разрезать. На что будет похоже. Это вещь киванос. Вот когда открываешь, здесь вот как у огурца, у него косточки. Вот косточки косточками, никакого запаха. Говорят, вот вредоносный запах. Но у него большое содержание железа, насколько я слышала, кому это важно. Выращивается только органическим путем. И косточки. Вот здесь косточки какого обыкновенного огурца, а шкурочка похожа на обыкновенную дыню. То есть между миниатюрной дыней и огурчиком. Огурчик какого обыкновенного огурца и никакого запаха. То есть он не воняет. Есть вариант афганский огурчик. Афганский, вот что у них странно, что у них запах очень такой, я бы сказала, как от нестиранного белья. Очень резкий запах. Но зато у них потрясающий вкус, очень экзотический. А вот этот никакого запаха. На вкус они, на вкус можно его ложечкой, а можно так вот грызть. Можно попробовать. И на вкус он что-то напоминает. Как есть спиннич, шпинат. Ну, похоже на шпинатик немножко вкус. И вот как обыкновенный огурец и немножко солоноватый. Вот как обыкновенный огурец с привкусом шпината спиннич. И такой вот немножко солоноватый, я бы сказала. Но довольно вкусная, экзотическая вещь. Такого ярко-рыжего цвета. А вот и она такая зеленоватая, зеленоватая. Я не знаю, если кошечке посадить, будет ли оно расти, надо будет поэкспериментировать. Я несколько штук посажу, посмотрим, что будет расти. И наверняка апдейты будут на моем канале. Я вывешу, посажу, посмотрим, как оно будет расти. Я пока не знаю, я первый раз его купила. Довольно интересная вещица, киванос. Как ведь я всегда говорю, что органик очень полезен для здоровья. Органическая еда, то есть она без всяких GMO. Это Genetic Modified Products. Это то, что генетически перенастроенные, которые выращиваются с химикатами. Органик тем и хорош, что он выращен только натуральным путем. Как природа создала, так оно и есть. И для здоровья это то, что нужно. Так что, кто хочет попробовать экзотику, просто для того, чтобы попробовать экзотику. Можно зубами есть, откусить. У кого хорошие крепкие зубы. Но если у кого в зубах пломба, я бы не посоветовала пробовать это с пломбой. Потому что иногда у пломба может вылететь, будет конфузно. Я так слышала, некоторые бывают такие ситуации. Потому что шкурочка вот эта довольно твердая. Так что если у кого-то крепкие здоровые зубы, можно и зубами. А можно и ложечкой. Ложечкой, кстати, культурнее. Продолжение следует...